Открытая студия Ну что ж, будем сегодня обсуждать интересную тему, наверное, одну из наших самых любимых тематик, касающихся каких-то сфер жизнедеятельности Приятно Да, да, это правда, мурманчаны, жители области Если, дорогие друзья, вы захотите подключиться к нашему диалогу, вы всегда можете это сделать несколькими простыми способами Это прямой эфир, то есть следующие полчаса мы будем с вами, у нас будет возможность общаться, так сказать, тет-а-тет Номер телефона студии 99-45-45 Ну и, конечно же, можно использовать Telegram, Viber и WhatsApp Соответственно, наши интернет-мессенджеры, они привязаны к номеру плюс 7-921-708-2006 Все гаджеты подготовлены, аппаратура настроена День тяжелый, да, как начало недели, как принято считать Но мы постараемся сделать его на максимально легкой волне А поговорим мы про подведение итогов зимнего спортивного сезона и дальнейшие планы нашего города, нашей области Касательно этой замечательной сферы здоровья, спорта и, собственно говоря... Активного образа жизни Максимально продуктивного, активного образа жизни Вот так вот скажем Ну, а как мы уже успели заметить с вами за эфиром Сегодня погода нам прям благоволит Тематики выбранные для беседы Очень тепло, даже где-то жарко Неожиданно в студии пытались пооткрывать все окна Это не помогло Если вы сейчас находитесь на обеде, вы нас очень хорошо понимаете Или наоборот, если вы слушаете нас, находясь у себя в офисе Надеюсь, все кондиционеры у вас завезли, друзья Но жаркая беседа будет и без того, потому что зимний сезон официально завершен Очень много событий было Причем как регионального, так и федерального, можно даже сказать, мирового масштаба И перечислять их все, наверное, может быть и смысла не имеет Но мы уже недавно в эфире с другими гостями подмечали Что зимний сезон, 18-е, начало 19-го года Действительно получился, ну, очень насыщенным Наверное, самым насыщенным за последние несколько лет Ну, или, по крайней мере, вот так вот активно все средства СМИ начали это все обсуждать, муссировать И правильно делать Потому что резонанс вокруг этой тематики намного, на мой взгляд, благороднее и интереснее Чем какая-нибудь скандальная тема Клубничка Да-да-да, бульварная такая, которую стоит развивать Лишь бы буклетики расходились с придорожных вокзальных площадок Так вот, могли бы вы назвать, какое мероприятие можно все-таки резюмиро обозначить как самое знаковое для нас? Оборачиваясь на эту зиму, конечно, продолжает оставаться топовым мероприятием праздник Севера Но поскольку я представляю администрацию города Мурманска И надеюсь, что это все-таки никакое не чеванство, а реальное положение дела Хотя не мне оценивать только мурманчане скажут Но мне кажется, одним из самых ярких спортивных зимних мероприятий Был чемпионат мира по ледяному плаванию и первый Кубок Арктики Ну, вероятно, это мое мнение такое Но то, сколько эмоций собрали эти соревнования, сколько было страсти, драйва, такого внутреннего напряжения и внешнего проявления этого напряжения Мне кажется, что именно эти два события были самыми запоминающимися в уходящем, вот, спортивном, ушедшем уже зимнем спортивном сезоне Может быть, кто-то в следующих эфирах скажет свою точку зрения, если вы вернетесь к теме спорта Но все-таки 32 страны-участницы Я правильно отмечу, если сообщу сейчас, что по моему собственному мнению Именно ледовое плавание был первым серьезным маркером, очень серьезным маркером на географической карте за последние несколько лет Который именно выделяет наш город, нашу область А вот я как раз об этом и хотела сказать, что помимо, собственно, спортивной составляющей, где соревнуются спортсмены Именно это мероприятие имеет огромный резонанс и с точки зрения туристической привлекательности Потому что очень многие люди впервые приехали вообще в Россию, не то что в город Мурманск Да и многие жители нашей страны, кто-то с Дальнего Востока, кто-то из средней полосы и глубинки Приехали впервые на Крайний Север То есть вот эта часть мероприятия, ее тоже нельзя, наверное, сбрасывать со счетов Это не каждое спортивное событие имеет вот эту туристическую составляющую Вы, кстати, очень любопытно отметили, помимо туристов с других стран, даже очень далеких от нас Действительно, среди гостей мероприятия присутствовали жители России И не надо далеко ходить по географии нашей России-матушки, чтобы обнаружить людей, которые представляют Крайний Север Когда говорят Мурманск, как несколько юрт и собачьи упряжки Каково было удивление многих людей, кто с этим стереотипом сюда приезжал Хотя, на мой взгляд, все-таки в век развитого интернета и гаджетов Ну, довольно лениво представлять Мурманск именно таким Но все же, все же, такое представление было И увидев то, что здесь происходит, как это происходит, как это организовано и как вообще устроен быт У некоторых людей просто вот взгляд менялся кардинально Да, и помимо вот этого меняющегося взгляда, еще по-прежнему я горжусь своими земляками И горжусь тем, что мы такие по-прежнему продолжают все, кто приезжает в наш город Отмечать особое дружелюбие и гостеприимство мурманчан Некоторые говорят, что, ну, наверное, мы все-таки немножечко такие еще замороженные И вот все то самое лучшее в человеческом общении, что и советского наследия нам досталось Все равно это где-то на генном уровне сидит Или, может быть, действительно мы какие-то особенные Но все отмечали по-прежнему, что мурманчане все-таки совершенно какой-то особенный народ В плане радушия, гостеприимства, даже открытости У меня есть теория, что мы просто аккумулируем тепло И у нас все очень много набирается Держим его, да Когда мы собираемся вместе большими кучками Отличная теория Да, когда люди с югов приходят, они привыкли к теплу, что им такое Ну, и ты к ним в гости приезжаешь, они вот солнце, вот речка купается А у нас надо постараться, чтобы сохранить хорошее настроение и бодрость духа Естественно, естественно, о мурманском радушии многие слагают Ну, если не легенды, то отмечают его так точно И еще вот одно, я все-таки хотела бы отметить Послевкусие, Николай, этого чемпионата и Кубка Арктики Заключается в том, что после таких больших мероприятий Когда много зрителей, мурманчан смотрят такие мероприятия Вот смотрите, когда проходит чемпионат мира, к примеру, по хоккею, который сейчас идет После него всегда, при успешном выступлении нашей страны, всегда идет поток родителей Какой-то вот, ну, небольшой ручеек, но обязательно потечет в спортивную школу по хоккею Когда проходил чемпионат мира по футболу, обязательно идет набор усиленной в футбольной школе То есть, посмотрев соревнования, родитель думает, а дай-ка я своего Разгильдяя направлю, пусть-ка тоже занимается А вот после чемпионата мира по ледяному плаванию детей-то не ведут, но спортшколы у нас нет А в основном люди взрослые сами начинают задумываться Но если я вижу воочию, как в этих водах Семеновского озера Куда я и сам-то пальчик ноги не суну даже летом в теплую погоду Ну, во всяком случае, постерегусь и подумаю А здесь зимой среди льда такие же мои сверстники практически Люди, ну, среднего, старшего возраста Не только погружаются в воду, но еще там какие-то рекорды устанавливают Еще что-то соревнуются Ну, может, правда можно ноги в тазик опустить с холодной водой в ванной у себя И попробовать позакаливаться Но это не на километровое поле выйти с профессионально владением мечом Решить после рабочего, небольшого рабочего променада Да, конечно, доступность некоторых видов спорта остается заширенной Просто потому, что многие не изучают этот вопрос И вот такие события, я с вами полностью согласен, они приоткрывают завесу тайны, если для кого-то она таковой являлась И также с вами соглашусь, что этот период, вот именно зиму 18-19 года Можно в какой-то степени обозначить как становление туристической Мекки с северного характера Не только для жителей России, но и для жителей даже не соседствующих с нами стран Очень много было людей из Туманного Альбиона, очень много к нам приезжали людей из других континентов Ирландии, со всех континентов Это было здорово, я с вами соглашусь Как вы хорошо сказали, Мекка с северного характера, это нужно запомнить Это вот очень интересно Отдаю, отдаю даже без копирайтов Забирайте, пожалуйста, устанавливайте на слоган и буду ходить гордиться Скажите, а в силе планы удалось все-таки реализовать? Задумок было много, и те из них, которые можно обозначить как 100% удавшиеся Мы, наверное, с вами сейчас перечислили Даже произошедшие ожидания Что касается всего остального? Зимний период был у нас очень насыщенным И не знаю, покажется ли для кого-то это значимым таким результатом А для меня и для спорткомитета очень важная составляющая То, что у нас в этом году, это зимой Начал работать спортивный класс по конькобежному спорту И было очень много волнений Потому что после нескольких десятков лет промежуток был Не было спортивных классов, специализированных в городе И вот он первый появился Прошел целый учебный год Ребята отлично справились с теми задачами, которые тренеры ставили перед ними Я надеюсь, что мы тоже справились с теми задачами, на которые надеялись Рассчитывали те результаты, которые родители надеялись увидеть от нас Мы продолжаем, на следующий год этот класс идет уже более крепким Ребята более четко понимают те задачи, ради которых они покинули свои образовательные школы И пошли в пятую школу, в этот специальный класс Но, в общем, мы такой промежуточный свой итог подвели И можем сказать, что да, это было, мы сделали это правильно Это будет продолжать жить Все последние годы у нас каток был, скажем, исключительно развлечением А теперь мы снова возвращаем, есть возможность вернуть в русло профессионального спорта Конькобежный спорт, да, мы ждем результатов И они уже даже начали появляться То есть все-таки, вы знаете, основным, наверное, является не только даже вопрос финансирования Который мы так часто упираемся, говорим, что это сделать невозможно, потому что нет денег Ну, не совсем так Нужны разные формы Вот спортивный класс при минимальных вложениях финансовых Дает такой активный результат, такой мощный результат Все-таки это возможность детей заниматься по две тренировки в день Это умение умело сочетания учебного-школьного процесса и спортивного-учебного процесса Ну, в общем, это классная вещь Это нужно продолжать обязательно, и мы ни в коем случае на этом не остановимся Как раз хотел спросить, это был исключительный эксперимент Или вот запустили, пошло, все, будем делать дальше То есть уже на постоянной основе будет этот класс функционировать А мы живем в то время, когда, если наш эксперимент не удастся, родители не пойдут просто к нам дальше Поэтому права на ошибку-то не было особенно Я надеюсь, что в следующий набор, следующего класса уже будет еще более большой конкурс И это станет, собственно, результатом Ну, будем следить и надеяться, что так оно и выйдет У нас есть вопрос от нашего радиослушателя Как вы думаете, для какого еще вида спорта Мурманск подходит для проведения чемпионатов? Человек не подписался, но вопрос любопытный, мне тоже интересно Конечно, очень хочется, чтобы в нашем городе проводились серьезные, значимые соревнования В долине Уюта, которая претерпела такую громадную реконструкцию И все-таки город Мурманск остается городом лыжных гонок и биатлона Здесь колоссальные природные условия для того, чтобы начинать рано-рано и заканчивать поздно-поздно Когда уже нигде там в стране снега нет, а мы все еще его сохраняем Отремонтированное стрельбище, прекрасный пресс-центр, все эти подземные коммуникации Доступность для маломобильных групп населения И почти все время светло Да, а зимой теперь трассы освещенные Конечно, мечта в том, чтобы соревнования российского и, может быть, международного уровня Зашли все-таки в долину уюта А скажите, пожалуйста, это мечта как, эх, хотелось бы, или это мечта И в этом направлении, может быть, потихоньку начинаются какие-то переговоры Так, легонечко начинаются какие-то работы в этом направлении Вы знаете, я здесь, наверное, не очень в свою сферу шагнула Потому что забираю хлеб у своих коллег областного спорткомитета Это объект областного спорткомитета Ну мы же только рассуждаем Все планы и переговоры там все у них Но я думаю, что Светлана Ивановна Наумова очень активно над этим работает И у нее, дай бог, будет получаться Ну, о дальнейшем развитии нашего региона с точки зрения спорта Какие зимние мероприятия мы будем повторять Какие зимние мероприятия мы будем видоизменять Мы, наверное, с вами уже успеем пообщаться больше во второй половине программы Потому что первая вот так вот внезапно, неожиданно И закончилась Да, у нас буквально несколько мгновений до выхода на рекламу Дорогие друзья, я напомню несколько способов, как с нами сегодня связаться Телефон студии 99-45-45 Также вы можете отправлять свои сообщения на наши интернет-мессенджеры Телеграм, Вайбер и Ватсап Соответственно, они привязаны к номеру телефона Плюс 7-921-708-2006 Ну а обсуждаем мы подведение итогов зимнего спортивного сезона И дальнейшие планы по развитию сферы деятельности в нашем городе и регионе Я напомню, что в гостях у нас председатель комитета по физической культуре и спорту Администрации города Мурманск Андреева Ирина Евгеньевна Ну а вам, дорогие друзья, я порекомендую всячески не переключать ФМ-волну И свой телеканал через буквально полторы минутки мы вернемся Продолжает говорить и показывать открытая студия Совместный проект Радио Рекорд и телеканал Арктик ТВ Меня зовут Николай Дукмос А в гостях у нас Андреева Ирина Евгеньевна Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманск Мы сегодня с вами вот уже совершенно не заметили, как в минут 15 проговорили про итоги зимнего сезона Что у нас было хорошего, что было самого яркого И на самом деле я считаю, что эту тематику о том, что прошло, как оно прошло И что из этого стоит повторить, можно развивать ну как минимум час или полтора Это будет не переливание из пустого в порожник Это будет очень интересный диалог Но у нас к вам много вопросов, поэтому я бы хотел перейти все-таки из зимы к лету Потому что, насколько нам известно, мурманский сезон, летний сезон Также не обещают обозначить на себе такое лекало застоя Будут какие-то спорткомитеты что-то подготовили уже И хотелось бы об этом узнать подробнее Что мурманчан ожидает тех, кто не покинет пределы города и области? Традиционно лето это футбол Причем не мини-футбол, а большой футбол Поэтому мы уже приступаем к проведению чемпионата города Прошли заседания судейской коллегии, федерации Заявились команды, начинаем большой футбол в городе Мурманске Там, поверьте, кипят сумасшедшие страсти Не смотрите, что это просто наши городские местные команды Состоящие не из каких, не из легионеров А из мужчин, которые работают в разных совершенно сферах деятельности Но любя футбол, объединились в команды Ходят на тренировки после работы То есть вечером папа приезжает домой, ужинает, берет сумку и поехал тренироваться Ну и все это для того, чтобы в летний период наконец-то сразиться И отстоять честь своей команды Несмотря на то, что при проведении игр чемпионата города На центральном стадионе профсоюзов Далеко не полные трибуны, а небольшое количество людей Это в основном родственники, как раз те же самые дети Знакомые соседи Все-таки эти соревнования всегда имеют такой бешеный пыл Там происходят внутренние какие-то разборки В хорошем смысле Там всегда такие высокие требования к судейству И, ну, в общем, это хорошее лето Лето с футболом в городе Мурманске Как-то так сложилось, что у нас практически через одного То есть каждый второй мужчина, житель России Он в душе точно футболист Конечно, он знает, как играть в футбол однозначно Сто процентов И, на мой взгляд, это очень хорошая инициатива Когда люди в качестве вот такого хобби выбирают Все занятия, причем нам уже семейные, рабочие Собираются в команды по интересам и играют Я, на самом деле, единожды наблюдал за профессиональным футболом На большом стадионе в Санкт-Петербурге И я никогда футболистом в таком ключе, о котором мы с вами сейчас успели упомянуть, не был Я имею в виду перед телевизором засесть с чем-нибудь вкусным или пенным Поболеть за команду, родную или неродную Такого никогда страсти не было Но, находясь на стадионе, когда ты видишь все это вживую Невозможно остаться равнодушным При всем желании И если наше лето в этом городе будет ознаменовано не только бесконечным количеством шашлыков В районе любых водоемов, где можно позволить себе ополоснуться То это инициатива благороднейшая И когда уже в июне начнутся все эти матчи? Да, уже в начале июня начинаются И в принципе, поскольку и город проводит свой чемпионат, и область проводит чемпионат области Соревнований по футболу идет много И если вы прогуливаетесь по городу в выходной день, загляните на стадион Вероятно, там идет какая-то очередная игра Ну просто посмотрите с трибуны, это любопытно, может быть вас захватит и вы станете фанатом Я только хотел сказать, может быть вы как раз в этом найдете страсть, которой не хватало Но вы для себя откроете Адреналин, выберите за кого вы болеете И вот, пожалуйста, вперед Признаюсь, один из самых интригующих для меня вопросов, которые были обозначены заранее нашим выпускающим редактором Я приберег именно на вторую половину программы Собственно говоря, стало известно, что в Мурманске появятся две новые спортплощадки Действительно ли это так? Очень хочется узнать Нет Нет, не так Их появится три Ну, друзья, три новые спортплощадки Вот это, я понимаю, интересная новость, касающаяся нашего спортивного досуга в городе Расскажите, пожалуйста, поподробнее, где, чем будут оснащены, когда, в конце концов, и кому туда можно будет прийти Да, это площадки, которые будут находиться по месту жительства Строить площадки по месту жительства – это самая сложная тема Потому что это, как правило, те участки земли, которые не принадлежат жителям многоквартирных домов Но при этом находятся в их непосредственной близости и шаговой доступности На сегодня площадки пришли уже, ну, просто к порогу твоего подъезда Их становится все больше Вообще в городе 136 площадок спортивных и детских Новые появятся по рядышкам, просто рядышкам найдены эти земельные участки Скальная 13, Скальная 29 и Старости на 34 Вот такие адреса Эти участки земли не очень большие Могут спросить люди, ну, а что они такие малюсенькие, эти площадочки Так в этом вот и фикус-пикус Что все те большие куски земли, которые оставались на дворовых территориях и были ничейными Они определены муниципальную собственность И на них построены большие спортивные объекты Ну, самые большие, вот назову, на Копытово 36 Это прям целый огромный открытый стадион И в Росляково, вот так вот, на самом севере, на самом юге нашего города В серединочке много разных площадок И с футбольными полями, и с волейбольными площадками, да даже с теннисными Теннисные площадки у нас есть для игры в теннис большой Тренажеры, снаряды для воркаута, для скейтбординга А вот сейчас мы уже выходим туда, где и участочек земли небольшой Но при этом так здорово на нем сделать шаговой доступности Прям вот люди уедут в отпуск, дети уедут в отпуск, вернутся 1 сентября выходят у себя в комнате, раздергивают шторы Опа, а там место серого такого клочка, который всегда был каким-то зачуханным, затравленным Вдруг яркая, с искусственным покрытием тартановым, расцвеченная территория Ну как на нее не пойти? На площадках попланируем сделать комплексы тренажерные Сделать обязательно маленькие детские комплексы Потому что вот эти детские площадки, они тоже спортивной направленности бывают Развивающие координацию движений, равновесие, ловкость у дошкольников Это обязательно будет учтено Но очень надеемся на то, что уложимся за этот летний период Лето такое коротенькое в Мурманске И удивим Несколько лет назад мурманчане стали как будто больше Хотя может быть так просто показалось, что такая тенденция больше причудилась Но повально отдыхать на югах, в России, именно не выезды за границу За границей стоит вообще стандартная практика И все чаще стали обращать внимание на наличие площадок с открытым доступом С тренажерами, причем профессионального качества Не как мы привыкли То есть нет ничего в этом плохого, но все же как мы привыкли Это из двух-трех балок сделано грамотно, сваяно и оспарено Там 50 лет назад и на века поставлено безусловно Но уже в непотребном виде или с недостатком функционала И как раз все делились новостями, кто выезжал в летние сезоны Что вот я видел там-то, вот там-то Здесь мы, допустим, сняли домик или квартиру там на месяц Выходили из подъезда и делали два шага Пожалуйста, можно было заниматься спортом в открытом воздухе под палящим солнцем И бытовала теория среди многих жителей Я не говорю сейчас за всех, безусловно Что мурманская местность к этому просто не приспособлена Мол, у нас нерентабельно и небессмысленно ставить такие тренажеры Потому что два дня лет, а потом снова дождь, потом снова снег Все заржавеет, кто за этим будет ухаживать На чьи деньги все это поставится и так далее и тому подобное Я так понимаю, что спорткомитет все-таки потихоньку Вырывая каждый клочочек земли вместе с каждым клочком Вот этого солнечных лучей, которые выпадают Все-таки приучает город к тому, что можно и нужно у нас заниматься спортом На открытом воздухе, когда появляется такая возможность Да, и именно вот те площадки, о которых мы сейчас с вами говорим Вот я говорю, они будут маленькими Но я горжусь тем, что на малюсеньких участках земли Мы тоже умудряемся их ставить Вообще вот этот микрорайон, улица Скальная, Старостина Он в принципе сделан террасами И там, помните, сплошные горы, приборки, лестницы И очень небольшие кусочки земли, вот ровные, выровненные И я очень рада тому, что именно мой комитет Именно спорткомитет забирает эту землю под спортивные объекты А не под какие-либо другие там очень, наверное, нужные и важные разделы быта человека Коммерчески прибыльные Всякое случается К нам поступил вопрос от некой Аллы Геннадьевны Она спрашивает, как добиться того, чтобы у нас во дворе построили спортплощадку? Куда обращаться? Ну, такой вопрос адресован вам Для начала нужно понимать, то место, где вы хотите построить спортплощадку Что это за земля? Чья это земля? Если это земля освобожденная от прав третьих лиц Так называемое, вот такое юридическое понятие То есть она не принадлежит собственников многоквартирных домов Не находится в кадастровом паспорте домов То тогда вполне можно приходить в спорткомитет И говорить, что вот мы хотим Обратите внимание на этот объект Но, сразу же скажу, что практически все участки земли такого рода уже задействованы И вот такое массовое наступление спортивными площадками в город пошло не случайно Мне было очень важно Я как представитель комитета очень сильно родила за то Чтобы именно спортивные объекты появились на этих свободных территориях Если же эта земля в кадастровом паспорте находится у жителей многоквартирного дома То дальше все только через решение собственников Необходимо провести общее собрание На общем собрании определиться и проголосовать за то, что эту землю передадут в ведение муниципалитета Муниципалитет, приняв ее, построит на ней спортивную площадку Это очень сложный путь, потому что жители очень по-разному относятся к строительству площадок И к слову отдать И к слову отдать тоже, да Уже был такой опыт Некоторые не хотят площадку спортивную, а хотят детскую Некоторые хотят автостоянку Говорят, наши дети вообще выросли, нам уже здесь не надо Некоторые говорят, что не хотим, чтобы шумели Поэтому вообще все деревьями засадить Поэтому провести это собрание бывает очень сложно А еще прийти к консенсусу в нем вообще тяжело А то, что вы Николай сказали, это слово страшное Передать муниципалитету И сразу же возникает Вот сейчас отдадим, а потом павильоны понастроят или еще что-нибудь Вот все это мы прошли в прошлом году Когда построили площадку на Аскольдовцев 36, корпус 2 И это первая площадка в городе Мурманске Которая именно прошла через всю процедуру передачи земельного участка И люди победили И результат радует глаз Глаз и тело Да Людей, которые там занимаются Искренне надеемся, что таких площадок скоро будет огромное множество И мы наконец-то перейдем от любви к фастфуду К настоящей любви к спорту и здоровому образу жизни Благо, ваши действия тому способствуют Дорогие друзья, напомню, в гостях у нас сегодня Председатель комитета по физической культуре и спорту Администрации города Мурманск Андреева Ирина Евгеньевна И мы завершаем наше вещание Всего доброго До свидания Открытая студия Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok